Приветствую вас и давайте мы для начала с вами условимся о том, что у зависимости есть две составляющие. Первая составляющая представляет собой, скажем так, зависимость химическую. Это вот та самая зависимость, которая у вас. Химическая зависимость это такие процессы в организме, которые доставляют вас, например, раз за разом возвращаться к алкоголю. Но у зависимости есть еще и другая сторона. Сторона психическая, сторона условий, когда человек в эту зависимость попал. И если вы сходите к врачу, я имею ввиду к алкологу. И сходив к алкологу, вы, например, пройдете курс, некоторый курс лечения от своей зависимости. Вы его пройдете, вы его успешно закончите. Но проблема, если при этом изначально проблема решена не будет, А это проблема развода с вашим мужем, если я правильно вас понял. Если изначально проблема решена не будет, то вам придется идти к алкологу, к сожалению, опять. И если вам кажется, что я вас как-то пугаю сейчас, то врачу понять меня правильно, такой мысли у меня нет. Не искоренив причины, по которым вы начали употреблять алкоголь, не поменяв ваше отношение к обстоятельствам, которые заставляют вас употреблять алкоголь, нет смысла избавляться от зависимости, потому что раз за разум. Ведь смотрите, есть какая-то причина в жизни, есть какие-то условия, обстоятельства тоже в жизни. И на эти обстоятельства, на эти условия, на эти проблемы вы нашли решение такое, алкоголь. И когда вы, избавившись от алкогольной зависимости, вернетесь обратно в эти условия, то вы же опять вновь выберете для себя эти самые средства, которые вы используете. То есть средства эти алкоголь. А если у вас условий не будет, то тогда и алкоголь потреблять у вас не будет никакого стимула. Вот именно об этом я и хочу вам сказать. И полагаю, что вы начали употреблять алкоголь именно потому, что развод с вашим мужем дался вам очень тяжело. Ну или дался, или дается, тут уже как вам угодно. А это значит, что вы не справляетесь сами с той травмой, которой и является развод для любого человека. Очень редко. Очень редко, очень редко бывает так, что люди безболезненно переносят данную, ну, данную ситуацию. Очень редко. Как правило, переносят очень болезненно, как правило, очень тяжело, потому что, ну, это травма. Это психотравма. От этого никуда не держится, к сожалению. И вот вам нужно помочь себе, в первую очередь помочь себе, преодолеть вот эту травму, пережить ее, помочь себе. Я думаю, что с этим вы справиться, ну, можете более чем успешно. Для этого нужно разобрать обстоятельства и причины вашего развода. Если имеет место быть неадекватные, не совсем адекватные, точнее, реакции на это происшествие, если вы, например, считаете, что вы виноваты, или что вы, там, боитесь, что у вас жизнь не сложится больше после развода и так далее, то вот это как раз и является одной из самых больших ошибок, какие вы только, какие вы можете только допустить. Развод – это всегда конец. Да, это конец, это, как бы, окончание чего-то. Но это всегда и начало. Начало также чего-то. Вы только вы уже приобрели новый опыт. Только вы уже стали более мудрым человеком. Вы стали более, я не знаю, более понимающим человеком. И да, вы допустили какие-то ошибки, согласен. Но делать ошибки, совершать ошибки – нормально для человека. Ведь он живет-то, по сути, один раз. И никто не учил человека, как правильно жить. Поэтому не будьте слишком к себе строги. Если есть страхи, с ними можно бороться. Если есть опасения, с ними можно тоже бороться. Если есть неуверенность в себе, то и ее можно, в конце концов, побороться. Главное, главное, чтобы у вас было к этому желание. Главное, чтобы вы хотели этого. Главное, чтобы вы знали, что можно это сделать. Чтобы вы знали, что можно справиться с чем угодно. Вот, пожалуй, так мне бы и хотелось вам ответить на ваши вопросы. Я не знаю, вы не написали, почему развод вы переживаете так тяжело. У каждого человека по-своему. Есть свои негативные аспекты развода. И, конечно же, судить о том, что вас именно подкачило, я не могу. Но добраться с этим стоит. И уже потом, когда вы разберетесь, уже после этого, можно будет обращаться к врачу. Кстати говоря, врачу можно обращаться анонимно. Чтобы никто не знал и никто не разглашал вашего имени. Врачи хранят тайны. Это того требует профессиональная этика. И вы можете не волноваться по поводу того, что ваше имя кто-то узнает. Если, конечно, грамотно подойдете к этому вопросу. Все можно решить. Главное желание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если остались какие-то вопросы, пишите. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.